МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это очень важная тема. Люди, слава богу, они у нас научились участвовать в различного рода проектах. И очень важно понимать, какие ошибки допущены, если не попал ваш двор в вот этот перечень. И успешные кейсы разобрать тоже, конечно, важно. Мне кажется, я даже знаю основную ошибку. Там один из критериев – это дисциплинированные платежи. К сожалению, не каждый дом может похвастаться тем, что все соседи вовремя оплачивают и коммунальные услуги и капремонта. А это действительно было важно. После 12-ти к нам придет Данил Безденежных, автор и продюсер документального фильма «Хранители Алтая», руководитель гильдии путешественников, член Русского географического общества. Вчера в Галерее прогресса был представлен этот фильм документальный. Данил не кировчанин, он в гостях у нас. Но у него кировские корни, как выяснилось. Из Котельничья, новгородцы его предки. Данил живет на Алтае, снял потрясающий совершенно фильм. Вчера был просто аншлаг там. Мы с ним еще поговорим сегодня о том, как все-таки развивается внутренний туризм и как можно брендировать территории, потому что это тоже профиль его деятельностей. Ну а в первом часе, как и обещали, мы снова встречаемся с Дмитрием Курдюмовым, заместителем председателя правительства Кировской области. Дмитрий Александрович у нас сейчас в студии. Добрый день. Добрый день. Ровно месяц назад мы с вами здесь встречались и говорили о кадровой политике в медицинской сфере. Мы тогда очень подробно разбирали первичное звено, сегмент первичного звена и говорили о том, какие стимулирующие выплаты врачам первичного звена вот сейчас назначены и внедряются, еще будут внедрены в нашей области, с какими целями и насколько успешно такая программа работает. А сегодня наша тема другая. Мы сегодня говорим о топовом звене, об управленцах, мы говорим о главврачах, мы говорим о специалистах высокого уровня, да, и знакомимся с новым главным врачем Кировского областного клинического онкологического диспансера Алексеем Кузьминым. Алексей Александрович тоже у нас в студии. Добрый день. Добрый день, здравствуйте. Ну, вот такой дебют. Как будто специально мы подгадали, потому что вот буквально вчера, насколько я понимаю, было селекторное совещание тоже, да, вчера, да, вот сегодня новость вышла на бизнес-новостях 27 числа, Министерство здравоохранения провело в виде селекторное совещание, где кадровый вопрос тоже разбирался. Да, все верно. И вы, Дмитрий Александрович, говорили, когда приходили к нам в студию и на пресс-конференциях, когда встречались с журналистами, и на пресс-завтраках с губернатором задавался такой вопрос, кадровый вопрос, и вы тогда говорили, что это один из важнейших, конечно, вопросов, который постоянно на повестке дня у Министерства здравоохранения. Ну, кадры – это основной вопрос. Вообще при реализации любых программ, это основа, это базис. Если не решена кадровая проблема, очень сложно выстраивать, ну, скажем так, современные технологии помощи по любому направлению. Я хотел бы обратить внимание, Светлана, вы справедливо заметили, что вчера, в общем-то, на сайте Кремля был, и, в общем-то, по федеральным новостным каналам был сюжет о встрече губернатора Кировской области Ильича Васильева с президентом, где как раз обсуждался вопрос вот тех самых стимулирующих выплатам врачам первичного звена за снижение смертности. Действительно, мы с июня текущего года эти выплаты дополнительно выплачиваем врачам первичного звена за снижение достижения показателей общей смертности на участке. У нас уже порядка 190 человек в октябре только получило, из 624 участковых врачей эту выплату. Это действительно для нас значимо. Мы регулярно, ежемесячно отслеживаем этот показатель, и, как я вам и рассказывал, мы ввели еще показатель снижения смертности от болезни системы кровообращения и от онкологических заболеваний. Группа показателей. Так или иначе, все они должны быть, ну, скажем так, легко оцениваемы, и тут нам помогает наша медицинская информационная система. Они не субъективны, они объективны. И здесь, я так понимаю, что опыт Кировской области будут принимать другие регионы? Об этом опыте я рассказывал и вчера на селекторе. Мы готовы этим опытом поделиться, но еще раз подчеркиваю, здесь, безусловно, очень важно, там, скажем, достаточно продвинутое внедрение информационных технологий, потому что по каждому участку нужно мониторировать группу показателей, правильно оценивать, и у каждого врача, получающего выплату, должна быть уверенность, что оценка объективная, не субъективная, и это делает, ну, по простому, просто говоря, машина. Тогда появляется объективная мотивация, желание, в общем-то, и возможность оценивать свои показатели нарастающим итогом ежемесячно на участке. Подчеркиваю, что мы сейчас и делаем ежемесячно, начиная с июня. Алексей Александрович, я сейчас обращаюсь к Алексею Кузьмину, главному врачу Кировского областного клинического онкологического диспансера. Вы в интервью Кировской области... И главному онкологу Кировской области. Вы в интервью Кировским СМИ говорили, что вы Кировскую область достаточно хорошо знаете. И вы бывали здесь на различных конференциях. И друзей у вас здесь много. Совершенно верно. И наверняка систему, которая сейчас внедряется активно в Кировской области по различным направлениям. И электронная медицина, и электронная регистратура. Сегодня перечислишь. Столько уже, Дмитрий Александрович, понаделал. О чем хотелось сказать. Хотел бы произнести важный тезис. Ответить на очень важный вопрос. Как мы нашли? Друг друга. Я точно хочу рассказать эту историю. Во-первых, у нас самая большая смертность от болезни системы кровообращения. Это факт. Но мы точно понимаем, что как нигде у нас жители Российской Федерации Кировской области ждут от нас решения, скажем так, вопроса комплексного оказания помощи при онкологических и превзлокачественных новообразованиях. И это не только новая технология, это и новое дорогостоящее затратное оборудование. И вы знаете, Кировская область входит в эту программу в следующем году. Это федеральная? Да, федеральная программа. Потому что мы в этой федеральной программе были одних из первых в 2008-2009 году. Естественно, оборудование уже требует обновления. И дополнительно надо устанавливать новое оборудование, чтобы и, скажем так, и облучать, и обследовать, и применять новые технологии. И мы сейчас готовимся все это реализовать. Ну, а как, в общем-то, мы вышли на Александра Александровича, ну, скажем так, мы, безусловно, понимали, что успех возможен при нескольких составляющих. Первое. Должен руководить, быть грамотным управленцем руководитель. Да, у нас был такой, надо сказать, что Набатов Игорь Федорович это грамотный руководитель, он сейчас возглавляет другое областное учреждение. Но кроме этого, нужно еще и по возможности быть высококлассным специалистом в той отрасли. И вот здесь мы пытались найти симбиозы, как нажатся. Мы советовались с нашими коллегами в Москве, мы советовались с нашими коллегами здесь, там, скажем, даже из федерального института. И как-то звучали разные фамилии, мы пытались, связывались, выясняли, кто готов, кто желает к нам приехать, может. И вот тут как-то, в общем-то, нам удалось договориться. Естественно, решение, наверное, было непростым. Но я хочу сказать, что Алексей Саныч к нам приезжал даже в составе ряда проверок в Кировской области. Вот поэтому и знаком с Кировской областью. Мы это уже потом выяснили. И вот у нас сейчас так складывается все. Ну, действительно, непросто, наверное, оставить все в одном городе и переехать в другой. Вы знаете, это, конечно, да, но, в принципе, я человек достаточно такой, как космополит, то есть мне комфортно везде, где комфортно условия жизни, условия работы. И могу сказать, что вот, хотя, казалось бы, я нахожусь достаточно недавно уже именно на постоянном как бы времяпровождении работе, проживании в Кировской области, в городе Киров, всего-то вот месяц только, у меня такое ощущение, что я здесь живу уже давным-давно много-много лет. Потому что очень комфортно находиться в таком замечательном городе, очень комфортно находиться в таких условиях медицинского учреждения, такого высококлассные специалисты, когда с тобой рядом работают, когда просто именно такую ты чувствуешь надежную опору и поддержку. Вы любите сложные задачи, да? Вы знаете, это особенность, то, что должны быть, они должны быть обязательно сложными задачей, их должно быть лучше всего много сразу. Вот режим многозадачности сложных задач, он как раз-таки позволяет интересно работать и хорошо развиваться дальше. Приросы на полминуты и продолжим наш разговор с Алексеем Кузьминым и Дмитрием Курдюмовым. Алексей Кузьмин, главный врач Кировско-областного клинического онкологического диспансера и главный онколог нашей области Дмитрий Курдюмов, заместитель председателя правительства Кировской области в студии. Алексей Александрович, все-таки, поскольку вы действительно у нас были с проверками, как Дмитрий Александрович сказал, вы наверняка заметили, как сильно изменились, я не могу оценивать изнутри, я могу оценивать снаружи, внешне, очень сильно изменились, а изнутри могу оценивать по процессам, которые Минздрав как отчитывается, по цифрам мы видим. чисто даже внешне очень сильно изменились наши клиники, они совершенно перестроились, они отремонтированы, там есть навигация, там много электроники, совершенно по-другому себя люди чувствуют, когда приходят на прием. И наверняка, конечно, когда вы принимали решение о переходе на работу в Кировскую область, вот эта многозадачность, которую любит в этом стиле работать Дмитрий Александрович Курдюмов, она тоже была вами как-то оценена. Скажите, насколько вы понимаете эти шаги сами, насколько вы воспринимаете их в нашей действительности сейчас адекватными, может быть, даже передовыми? Спасибо огромное. Вы знаете, очень интересный вопрос. Можно такой подчиненному вопрос задать? Конечно. Очень интересный вопрос, очень многогранный, и, в принципе, он достаточно сложен для ответа, но я попробую немножко ответить на него несколько. Вы знаете, как действительно то, что идет развитие большими шагами, это налицо. Это не для красного слова из-за того, что я здесь сейчас нахожусь. И как бы я, вообще я кировчанин. Могу вам сразу сказать, я кировчанин. Я это уже понял и по душе, и по настроению по своему. Поэтому, конечно, я здесь нахожусь, и мне трудно сказать что-то такое негативное бы казалось, но действительно за последние несколько лет, и даже, я бы сказал, больше за последний год Кировская область очень здорово прошел прорыв. И это замечают другие регионы, это очень наглядно видно. То есть, действительно, и мы приезжали сюда, и опыт внедрения новых технологий, это и бережливая поликлиника, которая после этого, этот опыт стал перенимать вся Российская Федерация. федерация. Конечно же, это и такое большое именно участие, и большая заинтересованность, пациента ориентированность, которая сейчас вырабатывается. И, кроме этого, конечно же, большое очень внимание дается кадровым вопросам. И, если другие регионы сейчас страдают от кадрового дефицита, я не могу сказать, что в Кировской области у нас его не существует. Он, конечно же, есть, но он очень небольшой. Потому что идет большая работа среди врачебного персонала, среди сестринского персонала. Идет программа именно обучения. То есть, это переподготовка какая-то? Вы знаете, это и различные программы переподготовки. А это говорит как раз-таки об очень оперативном таком управлении, когда руководство понимает и делает быстрые шаги для того, что в условиях меняющихся, в связи с меняющими условиями необходимо перепрофилировать подготовить других специалистов. Вот вы знаете, что я хотел сказать. Если меня спросить, помните ли вы как выглядели поликлиники, скажем, или некоторые учреждения там три года назад, наверное, я начинаю уже забывать. И это хорошо. Вы знаете, я думаю, что наши жители города Кирова в области должны привыкать и воспринимать вот эти новые условия как обыденности. А мы должны четко понимать, и мы это видим, что даже новая технология, это не все, это не панацея, они требуют доработки, что мы и делаем, безусловно, постоянно. И, как это сказать, уметь видеть проблемы. Вы знаете, мы сейчас буквально для себя обсуждали достаточно важную глобальную задачу, как внедрить одну передовую технологию, которая связана в общем с информатизацией, в частности, в части лекарственного обеспечения, пока не буду озвучивать. Поэтому можно жить по принципу одну ягодку беру на другую, смотрю третью замечаю, четвертую беречься, тогда и не имеет смысл, скажем так, работать и двигаться вперед. Когда ты только начинаешь считать, что у тебя все замечательно, как говорил мой первый, скажем так, учитель, хирург, он говорит, Дима, отойди и не мешай. Вот, вот то, что сделано, наверное, не наверное, это должно быть обычной практикой. Да, сделать предстоит, наверное, не наверное, а еще много. Что касается изменений в сфере, скажем, оказания помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, я могу сказать, вот мне стало понятно, я задался вопрос, а почему он согласился? Хороший вопрос. Вы знаете, когда мы пообщались, вопросы у меня исчезли, потому что есть люди, заряженные на результат. Результат иногда проще всего получить, когда ты находишься, когда ты обладаешь знаниями, компетенциями, у тебя есть поддержка, и ты начинаешь, ну, с условно, скажем так, базовых, условно, средних совершенно условий, да, и впереди много можно сделать, то есть твой результат будет виден, да, и мы именно этого ожидаем, мы это хорошо понимаем. Надо, чтобы результат был виден, естественно, такой, в коротком периоде это не получить, но в течение года мы очень рассчитываем. Я могу вам больше сказать, что вот произошли достаточно серьезные изменения по программе, по национальному проекту здравоохранения, по федеральной программе онкология и болезни системы кровообращения, то есть финансирование для Кировской области и мероприятий для Кировской области был сильно увеличен между первым и вторым чтением за федерального закона. Мы получили дополнительные ресурсы и мы прекрасно понимаем, что времени для реализации крайне мало. Там сроки стоят. Есть сроки, это один календарный год и нам нужно обучить специалистов и подготовить помещение, да, требуется подготовка помещения, подвезти туда соответствующее электричество, там, рассчитать, сделать там проекты. Ну, это обычно... Это мы про помещение в диспансере сейчас говорим, да? Да, я вообще говорю в целом, это большая подготовительная работа. Вот вы видели, там в детской областной больнице поставлено магнитно-резонансный томограф, да? Это работа не маленькая была проведена, а еще больше предстоит сделать впереди. Поэтому активная работа уже сейчас Министерством здравоохранения Кировской области начата. Не должны наши жители ждать до конца календарного года, да, а мы не должны просто там наша задача осваивания средств федерального бюджета. Совершенно неправильно. Мы ставим амбициозные задачи. И вот когда и на этом фоне можно получить в краткосрочной, среднесрочной перспективе достаточно видимые результаты. Ну, и тогда я понял, почему Александр Ильич согласился. Да, он может это сделать, на мой взгляд. Вот когда вы говорите об амбициозных задачах и о сроке в год, то очевидно, что наверняка ступени решения этой задачи уже расписаны. Давайте поподробнее разберем, что планируется произвести в онкоцентре, какие работы в диспансерии. В диспансерии, да, от технических до кадровых. Ну, вот я начну, наверное, Саша меня поправит и дополнит, как высококлассный специалист. Значит, что продолжается? Вот, во-первых, на базе онкологического центра, можно буду называть центром. Хорошо. Мне с удовольствием. Первое, что мне хочется, это правда изменить название, но здесь мы действующим в рамках, будьте здоровы, в рамках действующего заказа, онкологический центр. Как корабль назовешь, так он и поплывет. Второе, у нас в течение 2018 года мазки, ну, нацитологию, да, скажем, они были сконцентрированы в одном учреждении, в областном онкологическом центре. Сейчас идет процесс централизации всех патоморфологических исследований, да, вот всех, которые были разрознены в одном онкологическом центре, что это даст? Ну, естественно, обладать, это общая база, да? Да. Это быстрота принятия решения, да, это, в общем-то, ну, я думаю, что это большой прорыв, то есть все исследования патоморфологические будут проводиться только в онкологическом центре. Сейчас там проводится их треть или четверть, по-моему, да? Это требует изменений технической базы? Конечно. Это требует изменений в базе, да, ну, вот уже, значит, посмотрел, как можно произвести изменения в имуществном комплексе, мы уже посмотрели с Андреем Ильичем, они вместе по кадрам, то есть здесь будет перемещение между юрлицами, это изменение произойдет, оно запущено. Второе, надо дописывать медицинскую информационную систему, программу, это тоже было запущено раньше, до конца года будет дописан онкологический регистр, который будет интегрирован в нашу медицинскую информационную систему, но что для пациентов? Пациент будет уверен, что его ведет программа, если доктор выбирает какое-то действие, то программа будет говорить, так, срок до, там, условно, биопсии, там, да, такой-то, срок до экспертализации, такой-то соблюдайте сроки, ну, и так далее, она будет вести по срокам. Ну, и дальше, там, после операции же тоже какие-то дальнейшие процедуры. естественно, другая база данных, это онкологический регистр, который будет полезен и докторам, безусловно, и пациентам. Дальше, должна быть создана, ведь у нас онкологический центр, это учреждение, которое занимается всем регионам, и главный онколог, главный врач, он занимается, занимается оказанием помощи во всем субъекте. Я знаю, что вот уже, Александр Ильич начал ездить в районы, ну, надо, да, есть, там, большие проблемы. Ездит в районы и уже понимает, как надо выстраивать работу с ними, и есть задача, такая организация, как-то, амбулаторных, да, центров в районах, тоже надо с ними на базе центральных районных больниц тоже эту работу будут устраивать онкологический диспансер. И дальше, кадры. Насколько я знаю, там порядка 60, да, человек нужно подготовить для всей онкологической службы. И мы здесь, здесь мы эту работу ведем с нашим медицинским университетом. Вы знаете, ведь у нас программа рассчитана до 2024 года, 5 лет, поэтому нам надо работать не только с первокурсниками, но вот мы еще организуем даже в сфере образования медицинские классы. В школах еще? Да, в школе, в школе, в школе, да, медицинские классы, у нас есть там лицеи естественных наук, он назывался химико-биологический лицей, да, это государственная школа, там есть три класса, которые, которые, в общем-то, три класса, которые в большей степени имеют направленность, скажем так, медицинского профиля. Мы, скажем так, сделаем их взаимодействие с нашим опорным медицинским университетом более тесным. Будем готовить кадры, начиная с ранней профориентации в медицинском университете, будем, в общем-то, вести их целенаправленно, и кадры, кадры это основа. Я осознанно к оснащению оборудованием подхожу в последнюю очередь, потому что на нем должны работать специалисты, подготовленные. Эти же самые специалисты должны работать с информационной системой. Можно что угодно куда-то поставить, но этим нужно иметь пользоваться, этим нужно пользоваться, научить. Вот это основное. Ну, естественно, там много еще должно произойти взаимодействие с федеральными центрами. Нам не надо ставить все оборудование тяжелое, и мы не в состоянии этого сделать. Нам надо выстроить своевременное выявление, обследование и направление пациента в федеральные центры, в межрегиональные центры. Нужно правильно подбирать после этого терапию. Тут уже, наверное, к вам вопрос. Что еще дополнительно? Если мы говорим о новичках, да, вот у меня только уточняющий вопрос. 60 человек, вы сказали, это новых специалистов, а действующие уже специалисты, такие переподготовка, где она проходит? В Кирове или в других регионах? Ну, сейчас очень много возможностей. То есть, это возможно каких-то специалистов готовить и в Кирове. Кроме того, сейчас очень есть много всевозможных дистанционных программ обучения. Обязательно, конечно же, мы будем заниматься и с крупнейшими федеральными учреждениями, это и не имени Блохина, то есть онкоцентр. Сейчас есть всевозможные программы подключения, например, и непосредственно можно отслеживать ход операций, которые делают наши профессора, наши учителя. То есть можно дистанционно учиться даже у федеральных центров выполнять операции. В федеральном центре производится операция, и вы онлайн подключаетесь и смотрите, как она... Совершенно верно. Возможно, такие. Это организуют Минздрав, федеральные центры, регионы подключаются, и мы активно это будем использовать. Это было вчера озвучено. Кроме того, существуют всевозможные мастер-классы. Это когда или приглашается какой-то специалист высокопрофессиональный в наш регион, и он проводит и теоретическую какую-то базу, и показывает какие-то практические умения, и это не обязательно хирургии. Это может быть и химиотерапевт, это может быть какие-то виды лучевой терапии, какие-то виды диагностики. То есть совершенно по всем направлениям можно работать. Это, конечно же, патоморфологические какие-то конференции. Возможно, также мастер-классы участия наших специалистов. И здесь уже и лично, и дистанционно мы рассматриваем эти вопросы. То есть как раз по всем этим направлениям работа тоже сейчас будет идти, усиливаться для того, чтобы наши специалисты всегда были в курсе всех событий и всегда могли не останавливаясь развиваться. То есть самое ужасное для врача это когда врач перестаёт развиваться. То есть ну это и для любого человека естественно важное качество обязательно. Но врач он должен развиваться не останавливаясь. Потому что настолько быстро как развивается медицина и особенно онкология наверное сейчас не развивается ни одна сфера деятельности. Ну потому что большая проблема которая становится всё серьёзнее. вы знаете как очень много занимается разработок очень много исследований идёт по всевозможным совершенно направлениям. Какие-то вот всё время улучшающие технологии новые технологии. То есть вот как было объявлено например всего-навсего несколько лет было объявлено что мы вступили в веру иммуно-онкологии когда появляются иммунологические препараты которые способны влиять на течение онкологического процесса. Казалось бы всего-навсего столько лет там 2-3 года это очень маленький срок на самом деле для каких-то крупных исследований и пожалуйста уже мы имеем столько зарегистрированных препаратов которые у нас входят и в систему уже на ВВП и всё то есть идёт постоянное обновление буквально каждые несколько месяцев обновляются рекомендации какие-то появляются новые показания для препаратов то есть это процесс не останавливающийся. И за всем этим надо следить и грамотный доктор обязан это делать. и грамотный доктор должен быть в курсе всех событий. Прервёмся на полторы минуты и продолжим наш разговор здесь дневной разворот как будет развиваться онкослужба в Кировской области мы разговариваем с новым руководителем нашей онкологической службы Алексеем Кузьминым и заместителем председателя правительства Кировской области Дмитрием Курдюмовым. Алексей Кузьмин главный врач Кировско-областного клинического онкологического диспансера главный онколог Кировской области Дмитрий Курдюмов заместитель председателя правительства Кировской области У нас в студии мы говорим о том, как будет развиваться онкослужба в Кировской области, и мы говорим о кадровой политике в сфере медицины в Кировской области. Но вот это замечательно, что мы видим, что не только по медицине, но и в других отраслях Кировская область все больше и больше заходит в различные национальные проекты, получает все больше и больше финансирования. Но здравоохранение – это отдельная, конечно, история. Она касается абсолютно каждого еще до момента рождения и до самого последнего дня. В онкологии действительно такая история. Дмитрий Саныч нам рассказывал на протяжении многих лет здесь, насколько важно было биться за первичное звено, за диагностику, и насколько важно было оперативно передавать данные в центр. Вот сейчас мы благодаря электронным различным схемам можем поставлять снимки, можем быстро привозить препараты, можем делать в лаборатории различные исследования. Вы нам рассказали о том, что будут подготовлены новые онкологи, и будет производиться повышение квалификации кадров работающих уже людей. Сейчас с приходом нового руководителя. Есть ли всегда, когда приходит новый руководитель, коллектив так вздрагивает? Я думаю, что же они сейчас будут тут делать? Что они тут сейчас придумывают? Будут ли перестановки, будут ли увольнения, что еще будет происходить? Можно ли я отвечу? Да, пожалуйста. Тонкая настройка, как говорят, она всегда идет на пользу. Но при этом мы считаем, что если к нам в регион, скажем так, согласятся приехать классные специалисты и повысить наш уровень, это здорово. Мы четко понимаем те профили и направления, где мы хороши. Мы четко понимаем, где нам стоит значительно подтянуться. Поэтому мы надеемся, что, да, к нам приедут еще специалисты. На постоянную работу? Да, безусловно. Мы надеемся. Но пока вот, я думаю, что там говорить о том, что будут какие-то там в онкологическом центре революции, перестановки, неправильно, конечно. Неправильно. Мы ждем новых специалистов для того, чтобы обмениваться опытом, которые, возможно, займут там и руководящие должности. Но это, опять же, желание специалиста, его квалификация, компетенция. Но работа уже идет. Переговоры уже идут. С этими высококлассными специалистами, которых вы хотите привлечь. Надо задать главному врачу. Да, Алексей Александрович, пожалуйста. Вы знаете, разговоры идут, конечно же. Вот, но я хочу как бы сразу такой комментарий дать о том, что очень много высококлассных специалистов есть. Это очень приятно. Здесь, в Кирове? Очень приятно, в Кирове. Да. Это не только в онкологии. Мне удалось познакомиться уже с очень многими специалистами. С специалистами совершенно разных направлений. Это и детской службы, и специалистами областной клинической больницы. И замечательные специалисты есть. Поэтому говорить о том, что надо что-то прямо кардинально менять, ни в коем случае. Великолепные специалисты. Нужно именно обмениваться опытом. Для того, что кто сюда приедет, чему-то научит, покажет. И наши специалисты Кировской области также могут очень многому научить другие регионы. Очень многому. И в плане практического здравоохранения, и в плане организации здравоохранения. Так, но переговоры идут со специалистами? Переговоры со специалистами идут, потому что, как я говорил, развиваться надо всегда. И увеличивать свой потенциал, и увеличивать свою компетенцию надо не останавливаясь. Поэтому, конечно же, от каждого специалиста мы можем получить что-то, что нам позволит еще подняться на маленький шажочек выше. А наше как раз-таки вот это все развитие истыд из маленьких шажочков. Обязательно. У нас еще был вопрос, мы с Аней обсуждали. Это до эфира. Замечательно, но сейчас просто не раскрываете всех планов по поводу радиотерапии, по поводу химиотерапии. Я думаю, что время придет, и мы об этом расскажем подробно. Но есть еще моменты в терапии онкобольных, которые, безусловно, тоже очень важны. Это момент психологической помощи онкобольным и их семьям, и момент реабилитации. Эти вещи тоже будут развиваться, пересматриваться, что сейчас с ними происходит. Вот вы очень правильно, Светлана, сказали. Вообще, для большинства диагноз злокачественное образование, ну, большой стресс. Большой стресс, удар. Я скажу, это происходит сейчас, я вижу, там, в моей семье. Вот это затрагивает каждую семью. Во-первых, что произойдет с финансированием вообще онкология профиля в следующем году? У нас отдельная статья в бюджете фонда обязательного медицинского страхования. Будет на, вообще, в целом на профиль онкология направлены средства. Они будут выделены, это первый год, целевым образом. И объемы, и деньги с значительным увеличением. Это первое. Второе. Пойдет отдельной строкой и направление реабилитации медицинское. Да, это тоже будет, в общем-то, отдельной строкой. И палеотивная помощь. Это тоже, в общем-то, здесь в комплексе. Давайте расшифруем. Это люди, которым поставлен диагноз. И, к сожалению... Палеотивная помощь, это, скажем, поддерживающая, поддержка, включающая весь комплекс мероприятий. Палеотивная помощь будет оказываться и за счет средств условий стационара, за счет средств областного бюджета, в том числе. Что касается психологической поддержки, вы знаете, мы не так давно открывали приемное отделение онкологического центра. Там есть картины. Там такая благожелательная, позитивная атмосфера. Теплые цвета. Вот попадая в стационар, попадая в поликлинику, уже сама обстановка, она должна, скажем так, позитивно влиять и оказывать такую психологическую поддержку. А что касается психологов, безусловно, вот тут, наверное, я должен вам сказать спасибо. Я не до конца задумался, так как надо нам посмотреть. И я думаю, что действительно это востребованная профессия и те, кто длительно лечится. Вот Алексей Александрович уже говорит, уже, да? Ну, вот видите, поэтому он и специалист, уже. Но есть ведь, насколько мы понимаем сейчас, специалисты-онкопсихологи, которые работают с центром нашей онкологической? Есть такие специалисты. Вы знаете, тема просто очень такая хорошая поднята, потому что в Киевской области есть и хоспис для палиативной помощи пациентам. И, кроме того, конечно же, палиативная помощь, она должна развиваться и дальше. Это очень большое понятие. Это и психологическая поддержка. Это и сюда включается, например, даже выполнение каких-то операций или лечебных каких-то мероприятий, мероприятий тоже самой лучевой терапии, пациентам, когда это уже не принесет увеличение продолжительности жизни. Но это значительно улучшит их качество жизни. Вот качество жизни, мы всегда про него как-то вот очень как-то говорят, так вот с пиететом каким-то, но мы всегда забываем на самом деле про качество жизни. И в моем вообще понятии о том, что качество жизни, если человек хочет летать, надо ему это обеспечить. А не надо говорить, что качество жизни его только тихонько сидеть, например. Поэтому обязательно необходима поддержка как медицинская, так и психологическая. Ну и вообще на сегодняшний день уже любой врач, он не только врач, он одновременно и экономист, он одновременно и юрист, он одновременно и, конечно же, психолог, и артист. И он должен очень четко понимать о том, что психологическая составляющая словом лечит. Слово можно вылечить, а можно и убить словом. Поэтому, конечно же, я планирую, и мы займемся этим подготовкой такой, именно то, что не только, как-то вот мы будем об этом разговаривать, не только будут психологи работать с самими непосредственно пациентами и их родственниками. Потому что Митрий Александрович очень правильно сказал, когда такой диагноз рак, это сразу шок. Это именно вот первое шоковое состояние, когда у всех начинается паника. И у пациента, и у его родственников эффект какой-то отрицания бывает даже. Но также очень важно именно развивать вот эти психологические такие вот тренинги, поддержку среди и врачей, и среднего медицинского персонала. Чтобы не было выгорания? Конечно, эффект выгорания обязательно. Но кроме того, есть инструменты, и необходимо то, чтобы правильно умели понять, общаться. И сам уже врач на своем приеме уже мог оказать какую-то психологическую поддержку самому пациенту и его семье. То есть он может объяснить, что в процессе лечения, почему все боятся онкологических диагнозов, что даже химиотерапия, все знают, что это тяжело, в том числе для организма и психологически как угодно. Там женщины волосы теряют. Врач может объяснить, что, во-первых, есть препараты, которые помогают поддержать организм в этот момент. Вы абсолютно правы. Есть препараты, которые, там, и твой внешний вид, да, там, у тебя, по-моему, есть, в конце концов, люди, которые посоветуют тебе, где правильный парик купить, там, да, все что угодно. То есть вот эти вещи, мне кажется, тоже важны прямо вот на старте лечения проговаривать. И есть цель, за которую нужно бороться. Да, да, это жизнь. Да. Самая главная ценность – это жизнь. Однозначно. А вот то, что вы сказали, действительно, многие проблемы, они именно психологического плана. То есть вот эти вот побочные эффекты, они действительно, вот, например, выпадение волос. Чисто психологические ведь проблемы. Но если женщина знает, что она красива, если она знает, что она любима, то проблемы это можно решить. И, конечно же, здесь уже задача и врача, и психолога ей помочь в этом сразу. То же самое. Очень часто методы лечения, которые проводятся, они, казалось бы, иногда могут ухудшить качество жизни. То есть действительно, вот, например, эффект тошноты, рвоты, который развивается у пациентов, который нужно вовремя скорректировать и нужно вовремя также решить, какие-то бывают и социальные проблемы. То есть это проблемы, где пациент, например, принимает пищу. То есть это тоже надо ему дать консультацию. Обязательно. То есть необходимо заниматься пациентом комплексно. Не только лечить, но и оказывать влияние на его психологический комфорт. Благодарим. Первый час дневного разворота подошел к концу. Спасибо. Нам очень приятно было познакомиться с вами, Алексей Александрович. Спасибо. Мы обращаемся к Алексею Кузьмину, главному врачу Кировского областного клинического онкологического диспансера, главного онколога Кировской области. Дмитрий Курдюмов, заместитель председателя правительства Кировской области, информирует нас системно о том, как развивается медицина в нашей области, знакомится с нашими врачами. Это очень важно, я считаю, когда из первых уст это звучит и доступно для наших горожан. Спасибо. Сейчас будут новости, тематические программы и реклама. И в начале следующего часа мы с Анной вернемся с другой темой.